Таня Бекметова Евгений Финогаев выложил ночное фото влюбленной парочке. Напоминаем, Женя – это тот самый фотограф, который в детстве упал с вишни. Именно так он себя позиционирует в сети. У Жени 37 тысяч подписчиков в Инстаграм и большая ответственность перед читателями. Пообещал сам себе сегодня, что наконец-таки загружу фоточку в инсуху. Я так полюбил репортажную съемку, что вообще прям. Теперь хочу гулять по улице с фотиком и снимать стрит. А пока выходит не очень, пишется пластом вишневый фотограф. Ну просто фото супер, красиво, да ты романтик, не соглашаются с ним читатели. Фитнес-тренер Николь Григорьева поделилась со 115 тысячами подписчиков секретами своих тренировок, мотивации и питания. Для того, чтобы добиться результатов, не нужно измерять себя жесткими диетами и ежедневно упахиваться в зале до потери пульса. Грамотно выстроенный процесс тренировок, подобранный лично для вас, и программа питания сделает свое дело в любом случае. Главное – это желание увидеть себя в новом теле. Первые результаты не заставят себя ждать, и после них вы захотите не останавливаться. На достигнутом я вам гарантирую, пишет Николь. Самарский художник Фрол Веселый показал своим подписчикам, как выглядит утро творческого человека. На фото запечатлены две полуобнаженные девушки и довольный Фрол, нежно обнимающий их за талией. Красота, лепота, жизнь удалась. Была бы я мужчиной, точно подалась бы провокационной художнике. Но это шутка, конечно. А мне приказали лица не светить, пишет Фрол под провокационным фото. Дракрейсер Яна Сотова решила узнать у своих подписчиц секрет выбора идеального платья. У всех девчонок, которые носят в основном джинсы и кроссовки, наступают супор в магазине при выборе платья, спрашивает Яна. Три часа мучений, но все же платье на свадьбу подруги выбрано. Как, девчонки, как вы это делаете так легко? Удивляется Яна. Мужика с собой нужно брать, подсказывает один из читателей. Мне кажется, сложнее не выбрать, а удержаться в этом платье день и не снять его, считая другой. Чего, прям в платье придешь? Прям в настоящем? Не в джинсах или лотинах? Смеется одна из девушек. Дуреха, парирует Яна. Продолжаем наш обзор. Многодетная мама Мария Комкова сообщила своим почти 100 тысяч друзей, что ее засосал быт. Открыла в понедельник инстаграм, хотела пост написать, но решила сначала ленту почитать. И с каждым прочитанным постом у меня челюсть все больше отвисала. Все такие умные, без сарказма. Кто марафоны устраивает, кто учит готовить, кто похудел, кто на гору с ребенком на руках забрался, а кто-то даже встречи с подписчиками устраивает. И ведь находит, что им сказать. Короче, все отборные. И я такая думаю. Чего ленту портить? И пошла на кухню. Иронизирует Маша. Читатель ее поддерживает. Маш, ты же понимаешь, что реальная жизнь и инстаграм очень сильно отличаются. А ты здесь живая, настоящая. За это тебя и читают. Немного политики вам в ленту. А то один понимаешь гламур и провокации. Самарский яблочник и педагог Игорь Ермоленко через инстаграм сообщил, что его опять избрали председателем Самарского регионального отделения партии Яблоков. Согласился только с условием, что в последний раз, отмечает Ермоленко, никогда не говори никогда, комментируют читатели. И на самом деле, почему-то категорично, Игорь. Или вы задумали уйти из политики, или перейти в другую партию. Фотограф Мария Головатенко рассказала про свои страхи и опыт самостоятельных путешествий. Меня постоянно спрашивают, каково это ездить отдыхать одной, пишет Мария. Потому что я два раза в год езжу куда-нибудь. Летом в отпуск в теплые места или в достопримечательности, а зимой на Новый год домой. Страшно только в дороге. Очень нервничаю перед самолетом. Начинаю переживать накануне и заканчиваю только, когда самолет приземляется. А в поездах иногда не везет с попутчиками. С возрастом страх одиночных поездок повышается. Раньше вообще ни о чем плохом не думала. Читатели пытаются поддержать Машу. Все страхи переживания улетучиваются. Стоит увидеть родные болотца. Самарская мастерица по оформлению бровей Варибрус Елена заявила, что жить нужно для тех, кому ты нужен. Дружить лишь с теми, в ком уверен. Общаться с теми, кто приятен. И быть благодарным тем, кто тебя ценит. Мнения читателей по поводу таких измышлизмов разделились. Хорошие слова, а главное правильные, считает часть комментаторов. Слова хорошие, но они не подходят журналистам, медикам, фармацевтам, учителям, политикам. Список можно продолжать. Возражают другие. Модница Ника Мельникова решила похвастаться перед своими фолловерами. А их у нее 360 тысяч очередной модной новинкой. Вы уже увидели новый тренд – меховые варежки. Мне кажется, они по-любому зайдут в эту зиму. Я в них не вижу, но прям. Зато они очень теплые, мягонькие и очень удобные. И даже за телефоном в карман залезть можно. Но набирать нереально, отмечает Ника. Если бы ты не написала, я бы ни за что не поняла, что это написала одна из читателей. Гуляев Илья, самарский пиарщик, выложил отличное высотное фото Самары. Путь наверх был тяжелый, но оттуда открывается великолепный вид, подписал Илья под фотографией. Снимали с ЖК на Виломорской. Нереально, очень круто. А это что за город, интересует ряд читателей. А их у Ильи почти 100 тысяч человек. Так это Самара, отвечает им. Да не может быть, в жизни не поверили бы, мы знаем другую Самару. На улицах города все выглядит гораздо хуже, удивляются те, кто спрашивает. Завершаем обзор постами самарцев, которые в прошедшие выходы активно делились подписчиками фотографиями первого снега. Казалось бы, чему удивляться? Ведь впереди нас ждет как минимум 3 месяца снежной зимы. Но первый снег тем и притягательен для фото, что белые хлопья красиво покрывают желтые и красные. А где-то и зеленые окраски осени. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На этом все. Репосты, лайки и ваше внимание нам приятны. Так же, как и героям этого выпуска. Подписывайтесь на корпоративные сети Терры и следите за новостями в новом выпуске Террограмма. С вами была я, Таня Бекметова. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Таня Бекметова